Всем привет! Сегодня поговорим о подсадчиках. Какие они бывают, для каких условий подходят лучше одни, для каких другие. На рынке сейчас можно встретить огромное количество разных модификаций, как для спиннинговой рыбалки с берега, так и подсаков для лодки и для карпов фидерной программы. На самом деле эта тема намного обширнее, чем может показаться на первый взгляд, поэтому мы с вами остановимся на самом массовом сегменте, это спиннинговая рыбалка с берега. Наверняка каждый из нас в свое время сталкивался с расходным телескопическим подсаком, голова которого тоже складывается, а сетка выполнена из ткани и из мелкой ячейки. Если рыбалки нечастые и больше похожи на пассивный отдых на природе, таким вариантом спокойно можно обойтись, но если пользоваться более часто, то механические узлы очень быстро приходят в негодность и он ломается. В наше время уже не проблема найти современную голову для подсаки, сетка которого тоже может быть выполнена из такого же материала. Если для мирной рыбалки тряпчаная сетка подходит отлично, то для спиннингиста она может доставить ощутимый дискомфорт, когда рыба внутри начинает крутиться, наматывая слой за слоем на крючки ткань и это все потом аккуратно нужно распутать, то еще удовольствие. А если это еще и случится на каких-то соревнованиях, это просто лютый пи***. Также не стоит забывать, что этот материал очень хорошо впитывает воду и запах, и если его вовремя не просушить, он может завоняться и начать гнить. Также существуют еще аналогичные подсаки, только сетка у них прорезиненная. Они намного лучше дружат с водой, их легче мыть и даже крючки из них проще распутывать. В общем, вполне хороший вариант, но из-за мелкой ячейки он создает в воде большую парусность, что мешает быстро реагировать на шустрые увертывания рыбы. Именно поэтому я бы не советовал эту подсаку использовать на соревнованиях. Следующий типаж подсака с сеткой из мелкой лески. Изначально он предназначен для мирной рыбалки, но я его очень часто встречаю у спортсменов-спеннингистов. Он очень легкий и хорошо режет воду. Как правило в его конструкции предусмотрено два поплавка из спеннингового материала. Они как минимум не дают быстро погружаться подсачеку в воду. Из минусов. Когда попадает щука покрупнее и начинает трусить головой с приманкой во рту, иногда случается, что крючком может порвать несколько ячеек. Также случается, что мелкая щука цепляется зубами и тоже слегка может порезать сетку. Но тем не менее этот подсак остается самым легким и маневренным. Еще существуют подсаки из более толстой лески или полиэстер шнура. Они тоже не впитывают влаги и очень быстро сохнут. Как правило такие подсаки имеют мощную тяжелую конструкцию, большие габариты и их сложно найти в полностью разборном виде. Да и нужно ли? Это все-таки лодочный вариант. Я вряд ли взял бы на береговую рыбалку такой подсак. Разве только будучи уверенным, что будут клевать реально большие крокодилы? Мелкая щука умудряется проваливаться в ячейку такой сетки. У вас может возникнуть вопрос, а зачем подсачить мелкую рыбу? И я с вами согласен, на обычных рыбалках такое никто не делает. Но на соревнованиях это обязательное правило, которое также действует и на некоторых платных водоемах. А в Европе это уже обыденная норма даже на диких водоемах. А если вы придерживаетесь принципа поймал, отпустить, то следующий вариант самый подходящий. Силиконовый подсак. Мягкая сетка без единого узла, которая вообще не причиняет вреда для рыбы. Такой материал конечно добавляет немного веса, но все его преимущества нивелируют этот нюанс. А если взять ручку покороче, как это задумывалось изначально, то этот вес практически не чувствуется. Силиконовые подсаки к нам пришли из японской форелевой культуры, где пропагандируется исключительно бережное отношение к рыбе. Поэтому у нас такие подсаки раньше можно было встретить только у любителей форелевой рыбалки, так как на ария водоемы без такого аксессуара попросту не пускают. Со временем их конструкция претерпела некоторые изменения. Стала глубже сетка и более длинная ручка. И их полюбили обычные спиннингисты. И это понятно, ведь подсак стал более универсален и практичен. Крючки в такой сетке не путаются. Его легко мыть, и он не впитывает запах. Размер ячейки средний, поэтому подходит для рыбы разного размера и при этом не создает лишнего сопротивления в воде при вываживании рыбы. И это еще не все. Они бывают цельные, складные, телескопические. А можно вообще купить отдельную голову. Сетка бывает разной глубины. Вот такая мелкая, порядка 10-15 сантиметров, она предназначена исключительно для форели и ария соревнований. Средний размер подойдет для разного размера форели и для средней щуки. И глубокие, здесь где-то около 50 сантиметров. Тоже универсальный размер. Подойдет для трофеев покрупнее, без возможности выпрыгивания рыбы из подсака. Поверьте, и такое случается. Еще пару слов хотелось бы сказать об отдельных ручках для подсаки. Они бывают тоже разные. Есть телескопические, бывают цельные полностью, бывают также штекерные. Телескопические ручки очень легкие, но они требуют особо аккуратного обращения. В свое время я уже две такие сломал из-за спешки и халатности. Поэтому лично для меня больше подходит мощная карповая ручка. На нее и наступить не страшно. Она хоть и немного тяжелее, но уж точно более надежная и долговечная. У меня все. Надеюсь, теперь вам будет легче выбрать подходящий подсак для спиннинговой рыбалки. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!